Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Куликовский Александр. Я занимаюсь технической и научной поддержкой в группе компании Ветпром. И сегодня мы с вами поговорим о новом препарате Пептивет, который у нас совсем недавно появился на рынке, от лидера в герматологии компании ICF. И, соответственно, попробуем разобраться, что это за препарат, в чем я его новизна, как его использовать и так далее. Итак, что мы сегодня обсудим детально, это понимание концепта. Мы поговорим немножко о резистентности к антибиотикам у животных. Попробуем узнать, есть ли альтернатива. Узнаем кое-что о новой запотептованной формуле компании ICF. А также подробно поговорим по самому препарату, как его использовать, посмотрим про клинические испытания и эффективность данного препарата. Ну и так далее. Итак, что такое мультирезистентные микроорганизмы? Наверняка все вы уже знаете. Резистентность – это способность микроорганизму противостоять действию антибактериального агента, будь то антибиотик. И, соответственно, данная проблема возникла вначале в гуманной медицине. Чем больше стали использовать антибиотики, тем чаще стали встречать резистентные штабы. Далее этой проблемой занялись в сельскохозяйственной промышленности. И данная проблема все больше и больше сейчас поднимается в окос они уже и среди мелких домашних животных. Почему так происходит? Ну, дело в том, что если мы непосредственно будем говорить об отитах, то мы знаем, что в классике лечение отитов происходит в домашних условиях. В лучшем случае ветеринарный врач проведет первую процедуру сам, расскажет владельцу, как правильно обрабатывать больное ухо или уши. Далее вся ответственность лежит уже на владельце животного. И, как мы знаем, на сегодняшний момент формы обработки – это, как правило, на рынке мы можем найти капли. Вот недавно появились средства в виде гелий, в виде каких-то суспензий и так далее. Но в основном это были капли. Их надо было наносить два раза в день. Надо было четко отсчитывать, сколько капель мы капаем в каждое ухо. Соответственно, это очень сложный процесс, не все всегда соблюдали его. Из-за этого доза антибиотика не всегда была адекватной. И появлялась, соответственно, вот эта вот резистентная микрофлога. Значит, как ответила компания АСЕФ, как вы видите на данном диапазитете, это фотография на электронном микроскопе молекулы антимикробного полипептида 2041, который считается, что за ним будущее. Почему? Потому что среди остальных запатентованных антипептидов это синтезированный антипептид, то есть он не эндогенный, и обладает более широким спектром, чем эндогенные природные пептиды. Плюс ко всему устойчив к влажной среде и к многим другим факторам. Давайте посмотрим поподробнее. Значит, его действия против грамм, плюс, грамм, минус бактерий было доказано ими в нейтрам. Также против таких грибков, как кандида, альбиканс и дрожжей молосезия, которые являются основными причинами бактериальных или грибковых, или смешанных аппетитов у собак и у кошек. Химические и физические свойства – это, как я уже говорил, высокая растворимость в воде и высокая степень устойчивости, которая обеспечивает, собственно говоря, его действие, даже несмотря на среду, в которой пропадает данное лекарственное вещество. Итак, как же действует антимикробный полипептид-2041? Вначале электростатические и гидрофобные взаимодействия происходят вместе с клетками бактерий. То есть данный полипептид фиксируется, после чего он вызывает образование отверстий на поверхности клетки, что за собой, собственно, влечет излияние статоплазмами, ингибирование продукции АТФ, ну и, соответственно, гибель клетки, как очень хорошо видно на данной фотографии. Далее, значит, как мы узнали, широкий спектр действия, включая гран-пус, гран-мус бактерии, основные виды грибков, которые можно найти у собак и у кошек, специфичность данного антимикробного полипептида по отношению к клеткам прокариотов, то есть к одноклеточным микроорганизмам, в данном случае у нас это бактерии грибки, и безопасность, то есть нет глобального воздействия на организм, как в случае с антибиотиками. То есть мы можем говорить, что это новое поколение защиты в виде геля для собак и кошек. Значит, что же содержится, кроме нашего запатентованного антимикробного полипептида? Мы имеем в небольшой концентрации хлоргицидин 0,07%. Данная концентрация не является аутотоксичной. Это все усилено комплексом 3-СДТА, о котором мы тоже подробно поговорим. И данная комбинация, то есть полипептид, хлоргицидин, 3-СДТА дают в синергии отличный эффект по борьбе с бактериями и грибками. Касательно антивоспалительной составляющей, здесь мы видим топикальное нанесение витамина в группу ПП, соли, цинка и растительный резин, о котором мы тоже подробно сегодня поговорим. Итак, значит, хлоргексидин наверняка большинство из вас знает, как он воздействует на мембраны клеток бактерий. Соответственно, он их разрушает, ингибирует выработку АТФ. Комплекс 3-СДТА также помогает хлоргицидину тем, что хилатирует некоторые металлы, которые находятся на поверхности клеток, тем самым усиливая их лизис и гибель. Значит, данная комбинация как раз вот и работает в синергии против ГРА-плюс-ГРА-минус-бактерий. Как мы уже говорили, антимикробные полиэфептид C2041 избирательно действуют против проб кариатических клеток, то есть одноклеточных микроорганизмов. Хлоргексидин плюс комплекс 3-СДТА усиливают данное действие. Здесь немножко идет повторение. Данное действие доказано, имеет синергический эффект. И, в общем-то, как все серьезные компании, компания ICF сделала публикацию в международной медицинской ветеринарной прессе касательно вот этого воздействия комбинации АМП-2041, хлоргексидина и 3-СДТА. То есть были опубликованы результаты инвива и инвитра, которых тоже мы можем посмотреть. Значит, здесь у нас три графика. У нас воздействие на стафилококк, на малосезию, на кандидомикоз. Мы видим, что буквально и внизу у нас шкафа отмечены минутами. То есть буквально после нанесения данного препарата практически 3-5 минут требуется для того, чтобы действие препарата началось и был вызван массивный лизец бактерий и грибков. Касательно антивиспалительного агента, это тот самый GPL-лизин, или по-русски его очень сложно выговорить, но мы постараемся. Это глицирофосфо-инозитол, лизиновая соль. Данный агент является агентом растительного происхождения с международным патентом, то есть он тоже защищен, компания АСЕФ. И работает он по воздействию, имеет примерно такое же действие, как и аналоги кортизона, но при этом не является гормоном и не вызывает те побочные дефекты, которые вызывают стероиды у животных. То, что нам как раз необходимо для безопасности лечения агента. Кроме этого, ниацин, витамин ППА, оказывает благотворительное влияние на барьер рогового слоя, поскольку он регулирует синтез мембранных сфингиолипидов и особенно керамидов, мы знаем, это тот самый цемент, который связывает клетки, который, в общем-то, разрушается при каких-либо патологиях. Поэтому использование данного ингибиента тоже очень оправдано препаратом петкелет. Далее, применение тапикально именно этого препарата имеет позитивное воздействие на кожу, но плюс ко всему блокируются очаги или, так сказать, рекурсоры воспалительных процессов, ингибирует связывание гистамина с гистаминными рецепторами, тем самым воздействие положительно на воспалительный процесс в гусном канале. И, наконец, соли цинка, которая, ну, для вас уже наверняка давным-давно известна их позитивная роль в лечении, в частности, отитов у животных. Цинк отлично связывает воду, то есть препятствует потере влаги, что крайне важно при воспалительных процессах и способствует обновлению ткани кожи, имеет важное значение для синтеза того же самого кератина и коллагена, что для нас крайне важно и имеет большой интерес. Итак, тесты по безопасности инвитра и нива, тесты на раздражение кожи были проведены и в том, и в другом случае, и по результатам выяснилось, что кективе ТОТОГЕЛЬ, полное его название, не оказывает раздражающего воздействия на кожу. Данные, естественно, можно будет найти в Международной ветеринарной прессе, они опубликованы. Здесь у нас небольшие ссылки на эти данные, они достаточно свежие, то есть это либо 16-й, либо 17-й год, то есть все это действительно серьезная инновация. Протокол исследования инвива, значит, здесь речь шла о собаках с острым и рецидивирующим наружным атитом и либо атитом, вызванным доживыми грибками. Наносился пептивет каждые 48 часов, в чем его, собственно говоря, и удобство нанесения в течение двух недель, как и рекомендует производитель. Перед применением, это я наставил, это обязательно нужно делать, мы не наносим на грязное ухо никаких медицинских препаратов, обязательно ухо нужно очистить. Например, лосьоном Ауроклин, который является хорошим церемонолитиком и отлично вычищает весь дебрис, серную пробку и так далее. И далее смотрели на эффективность как клинических признаков, так и на наличие бактерий и переносимость. Соответственно, пробы делались в день начала испытаний, 7, 14 и 20 восемь. И по результатам, значит, было 30 собак, и у них было 39 пораженных ушей, то есть где-то был отит с двух сторон, где-то от только одного уха. Вот мы получили данные, что к седьмому дню клиническая эффективность на 48,8% улучшилась по сравнению с нулевым днем. На 14 этот показатель был еще выше 84,8%. И, наконец, на 28-й 86% собак продемонстрировали позитивное улучшение клинических признаков. Касательно бактериальных, мы видим, что тоже резкое снижение количества бактерий в 32 случаях. И по оценке болевых ощущений тоже мы видим, что достаточно быстро уходит болевой процесс, что говорит о том, что воспаление достаточно быстро снимается при применении данного препарата. Это, опять же, было задокументировано компанией ICF и, естественно, было опубликовано в Международной ветеринарной прессе. Соответственно, мы можем наблюдать различного рода случаи уха до и уха после. Это у нас первый день, по-моему, и 14-й мы видим разницу, да, открытие сухового канала и так далее. И здесь тоже нулевой день и 14-й. То есть изменения мы видим на лицо, даже визуально. Пептивет мы позиционируем как первую линию защиты от наружного отита перед или вместо назначения антибиотиков. Почему? Потому что в случае, если мы имеем дело с резистентной микропорой, это очень сложно определить, на самом деле, резистентный она или нет. подумайте, почему бы не использовать что-то, что не содержит ни антибиотики, ни стероиды, для того, чтобы начать лечение отита. И в случае, если вдруг по каким-то причинам у нас негативный эффект, то здесь, конечно, мы возвращаемся к старому арсеналу, ничего не поделать. Но хочу справедливости ради сказать, что в Европе, как и у нас, в частности, постепенно к этому переходят антибиотики, применяются только в последний момент и только после тщательной диагностики. Когда мы уверены, что мы имеем дело с какими-то бактериями, либо с какими-то грибками, мы точно знаем, какими, тогда может быть, опять же, повторюсь, если процедура полностью не происходит в клинике, то очень сложно отследить, насколько владелец добросовестно обрабатывает свое животное. Сколько препаратов попадает в животных, соблюдается ли пауза между нанесениями. В данном случае с 5-ти ветром все удобно. Это одна обработка 48 часов. То есть это удобно и для владельца, и, собственно, наверно, для животного кожи. И, наконец, как правильно обрабатывать, многие себя спрашивают. После, еще раз напомню, после очистки ушей лосьоном, как бы там ни было, это обязательная процедура, сразу же после этого мы наносим препарат, наносим его каждые 48 часов в течение 14-21 дня, в зависимости от того, насколько отит у нас развивается. Острый он, подострый, или какой-то рецидит. Значит, кошкам мы делаем одно нажатие в каждое ухо, маленькие и средние породы собак это два нажатия, и, наконец, крупные породы это три нажатия в каждое ухо. После того, как мы нажали, мы закрываем ушную раковину, даем с помощью массажа плавно распространиться гелью внутри ушной раковины и в слуховом проходе, и, соответственно, излишки можно убрать латным диском, если только такие действия. Следует помнить, что одно нажатие составляет 0,5 миллилитров, на всякий случай, для врачей, которые могут корректировать дозировку для тех или иных пациентов. Еще раз, очистить ухо перед применением мы рекомендуем либо аурукрином, либо аталином. Минимальный курс лечения должен составлять 2-3 недели, то есть 7-10 применений. Как раз у вас даже еще останется, поскольку во флаконе находится 25 миллилитров данного вещества, поэтому вне зависимости от породы животного здесь никаких проблем возникнуть с недостаточей не должно. Итак, еще раз подведем итог, что же такое пептивет отогель. Это элдеральный ушной гель на основе микробных полипеттидов, который является альтернативой антибиотикам. соответственно, мы можем применять вместо препаратов, содержащих стероиды и антибиотики, либо перед тем, как попробовать что-то мощное, которое содержит данные вещества. Очень удобная система лечения для владельца. Препарат имеет специальный носик, который, во-первых, не контаминируется во время обработки, во-вторых, им гораздо проще попасть в ушной канал. На сегодня это, наверное, все. Большое спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь нам ответить. Спасибо еще раз. Всего доброго.